Для меня это очень тяжело. У меня нос пристает дышать, он закладывает еще. Меня может перепирать дыхание, как бы, из-за такого. Поэтому я там с открытой дверью спала, но ничего не помогало. В общем, я эту таблетку не выпила. Вот. Эту таблетку я не выпила, муж мне приходил, я окно открывала, запутывалась. Там всем одеялом, чем могла, передачки передавал. Я говорю, все через окно, блин. Шмар. Уже остальная была еще с пузом, была с малышом своим. Просила его, чтобы он сам начал рождаться, чтобы в среда мой пойти. Ужасно, конечно, матрасы все ужасные, все какое-то проваленное, разваленное. На следующий день у меня, получается, в боксе был совсем другой врач. Это была девушка, ну, женщина. Она мне смотрела, заведующая меня этим отделением смотрела. Тоже мне ковыряли-ковыряли, там было больно. И сказали, мазки и все вот это брали. Девочки, кровь, мать, мачу, все это брали. Это естественно. Ну, это естественно. С чем об этом говорить, да? То есть, значит, у меня мазок показывает инфекцию. Причем то, что я инфекцию лечила. Это, видимо, возможно, то, что когда ты с мужем спишь, надо и мужа, видимо, лечить. Я не знаю, мы еще не проверялись. Ну, почему-то показала инфекцию. Меня ничего не беспокоило. Она мне спрашивает, чьи я же со зудитом. Я говорю, нет. А инфекция является противопоказанием для естественных родов. Ну, во всяком случае сейчас. Потому что можно заразить ребенка. Я не помню, какая инфекция. Или инфекции. Но вот они мне говорят, ну, вообще-то сейчас себе рожать нельзя. Ну, предположим, это вот была среда или четверг. Да? И говорят, рожать самому нельзя. Ну, давай ты, если ты сама начнешь рожать, то ты рожаешь. А если ты не родишь до понедельника, то в понедельник мы тебя прокисарим. Что мне тут передали? Воздушный шоколад темненький. Я такой не люблю. Ну, хотя в последний раз съела дома, по-моему, гранат резать нечем. Можно медсестрам отдать. Это тыква. Свекровь делала. Сейчас попробую. И сок, как его, морковный натуральный. Парацепанол. Ну, вот у меня температура уже шнула, я рассказывала. Маленькая, совсем маленькая. И вот просила новых градусников. Самое главное, для чего, в общем-то, я просила, это вот мне, значит, врач назначил неопинотран. Опять мазок не очень хороший. Метранитазол и миконазол. Свечи для санации, потому что не можем ввести гель во влагалище вызывать, вызывать, да? Слой сладкий роду, так как инфекция. Не знаю, откуда наберется. Дальше. Ну, трижевачки сразу заказала, потому что, ну что, вдруг вот завтра, например, никто не придет. Ну, блин. Вот. Пожевать. Ну, уж у меня такой лапок. Вот он, где выклики воды. Я просила. Не покупаю. Чуть скотевая водичка. Не ценю никак. Так, все. Блин. Тегтярное мыло. Так помыли полы, просто зоняет лоркой. Что теперь делать? Не знаю. Все, скукотища. Время 7 часов. Все. Собственно, на УЗИ сходила. Тут у меня журналы. Вот такой. Я прочитала все. Остался. Скукотища. Они мне говорят. В тот момент я говорю, нет, нет, вы только не кисарите меня. Пожалуйста. Мне батарея садится. Тогда, конечно, я очень хотела рожать сама, потому что я не знала, что такое роды. Схватки. Ну, хотя, в районе месячные, я месячные переношу, очень тяжело переносила. Какие сейчас у меня пусы родов будут месячные, я не знаю. А я в районе месячные сюда пила по 2-3 таблетки какие-то ролла, потому что у меня очень адский, болючие, я ползала, залазила в горячую ванну, теплую. Вот. Вот так вот. Было вот так. То есть я говорю, что во вторник я таблетку не выпила. В среду мне дали еще одну таблетку, вторую таблетку, и сказали, вот тебе даем, это последняя таблетка. Значит, я опять ушла к себе в бокс, вот так в боксе и жила. В четверг я стала проситься назад, стала просить опять терапевта, и сказала, почему я тут лежу? У меня нет ни гриппа, ничего. Вот они сидят, говорю, ходят все с соплями. Они меня заставляли ходить в маске. Я ходила в маске, я не болела, я как дура ходила, гуляла, понимаете, пардон, мне же было скучно, как дурочка в маске. А у них те, которые с соплями ходили, они были без маски, потому что они не жалуются, не всем на кого насрать, как говорится. Хотя они лежат там, среди всех них. Короче, я совершила такую глупость, что пипец. Вот. Ну что? Лоха эта судьба. Потому что я очень, мне так показалось, что контакт с этим врачом, мужчина Николай Николаевич, у нас пошел хороший. Мне показалось, что он такой этот. Я к ним пришла, я говорю, я хотела с ним поговорить просто. То есть какие-то мои страхи. Я ему говорю, делают ли Кесарева при температуре. Они стали ржать, например, то есть в ординаторской они сидели, врачи, они засмеялись. И, конечно, если надо будет, при температуре 45 сделаем. Кесареву сочетаем. Операцию делают. То есть что-то несешь девочке. Ну, елки-палки. То есть не охота им бла-бла-бла, им лег чего-то. Пошла что-то со своими проблемами. А я по себе. Я такая, если у меня есть страхи, я могу долго разговаривать с на стадионом, с врачом. Ну, за это в наше время нужно платить деньги. Просто так, за бесплатно. Они болтать уже не хотят. Ну, это тоже очень хорошие врачи должны быть. Добросовестные. Сами, вы все прекрасно понимаете. Вы все прекрасно понимаете. Значит, в четверг мне дают еще одну таблетку. Нет, девочки, в среду мне дают таблетку. Я... Таблетка должна лежать. Я вот пока всего выпила вот столько. Это... Я проверяю на... Аллергичность. Это... Миропрестон, который... Для схваток, короче. Не понятно, что за кислород. Что это? Не включает. Дверь я на ночь не закрываю. Вот это. Я хожу, там, бокс, и маясь, и маясь, короче, мне позвонил свекровь, позвонили родители мои, Антон, мой муж, но он... Он как бы меня не уговаривал, он свекровь говорил, ну, что ты там лежишь? Он делает, что тебе говорят врачи. А мой папа тоже мне говорит, типа, надо стимулировать, стимулируйся. Короче, я выпила таблетку в среду. Одна таблетка у меня осталась лежит. В четверг, значит, я терроропевтой говорю, я не болею ничем, что вы мне. Я так психанула, и вела, в четверг она меня выписывает с бокса, и я беру платную палату. Тоже сейчас ставлю видео, покажу. Ну, такая платная палата, кстати, в боксе был матрас, играть лучше, чем в платной палате. Там я вообще не могла лежать, там провалистый просто был матрас, фу, отстой, за что платится, говорите, деньги. Ну, прикольно было то, что там был телевизор, в боксе я просто с ума сходила, видни ребенка, у тебя ничего нет, как говорится, лежи, кайфуй, пей таблетку, лжири, и смотри телик. Ну, я, грубо говоря, говорю. Вот. Я психанула, и взяла платную палату. Переехала я в новую палату, палата платная, все еще как не разродившись, но то же самое все здесь. Значит, одни сутки 600 рублей, блинте, господи. Одни сутки 700 рублей. Салют. Это моя койка. Ничего, соседку я не видела. Не знаю, работает ли телевизор, нет. Холодильник. Мои вещи. Вид из окна. Это ее называется перспективный. Новый. Четверг. Въехала туда, там еще соседка у меня была, но я ее еще не видела, ехала туда вечером. С мужем пошла на свиданку, мне привез кушать много, там, господи, три вида колбасы у меня как купил. Мандарины, я же еще любила мандарины, во время беременности мандарины, сосиски в тесте мои любимые, соки, яблоки, то есть все вот это, огурцы я в огурец попросила. И у меня лежит таблетка, которую я не купила во вторник. Я думаю, а от той таблетки у меня что получилось? Которую я выпила в среду. У меня, да, стянуло как при месячных, в начале месячных, не сильно больно, и естественно, как бы кровь больше, просто слизь, слизь кровь, выделения пошли, но ничего такого. Короче, я выпиваю, сажусь сегодня, налила себе чай, кушать, села, там, журнал, телевизор включила, кайфую, блин, не могу, платная палата, все нравится, наконец-то я, я вообще самое главное, что я погуляла, пошла, по вам на УЗИ сходила, меня отправили, и выпила эту таблетку, вторую, которую не выпила во вторник. Покушала, лежала, отдыхаю, пошла, погуляла, пришла девочка, мы с ней познакомились, она выпила вчера тоже эту таблетку, сегодня она выпивает эту таблетку, вторую, как я, вот, у нее такая же ситуация, только у нее сороковая неделя, сорок первая, сороковая, по-моему, то есть она легла, у нее наступил день ПДР, и она легла, зовут Яна, кстати, мы с ней не обминались телефоном, точнее я ей давала, но видимо она его либо потеряла, ей интересно мне звонить, а мне она очень понравилась, девочка, по-моему, по образованию стоматолог, хорошая девчонка, вообще просто супер, вот, и она-то давно лежит, и у нее там уже подружки появились, они пошли ходить по лестнице, я тоже пошла ходить по лестнице, там пятиэтажное станение, вот ни сверху, ни сверху, ни сверху, ну, чтобы разородиться, мы слышали, начать свадки, пошла на другую лестницу, посмотреть, что там, и в общем, там на втором или третьем этаже стояла пепельница, и там, в общем, курят, и там накурены, там открытое окно было, то есть, кто там курит персонал, или беременные могут курить, или кто родил, не знаю, кто-то курит, в общем, там было холодно, я тогда ушла, пошла только к себе, помылась, включилась телевизор, легла, пришла Яна, я включила телевизор, я очень хотела спать, я говорю, я храплю, кстати, у девочки Яны, тоже, у нее не дышал нос, у нее вообще проблемы тоже были до беременности, с носом, но во время беременности тоже она была на каплях, каплях с ног, тоже каплезависимая девочка, то есть, время беременных только так обострился, то есть, если у кого-то так было, значит, не переживайте, многие, естественно, многие храпят, теперь я это знаю, и, естественно, я там не могла заснуть, опять новое место, был провалитый матрас, я там с ума сошла, просто, я просто лежала материал, думаю, господи, за что деньги-то я даю, в итоге я говорю, лучше бы я в боксе осталась, потому что для меня сунут на пипец, просто друг из завтра рожать, а я не выспавшись, короче, вот 10 часов вечера, 11, ну, 10 часов, 9.30, 21.30, меня стало тянуть, как-то, как премесячное, не сильно, но как премесячное, опять, для меня это ничего просто, я думаю, о, интересно как, думаю, началось, вот, я уж уснуть не могу, я от храпа своего просыпаюсь, как я рассказывала, так я и просыпалась от своего храпа, верчусь, верчусь, время же идет, уже 10, потом 10.30, все нарастает, нарастает боль, у меня стала болеть поясница, сильно стала болеть поясница, периодически с Яной разговариваю, говорю, ты спишь, она груднеет, я говорю, что ты говоришь, не спишь, 10.30, 12, вот так у меня начались ужасные боли, мне стало, ну, очень сильно, очень сильно боял поясницы, очень сильно, постоянно я хотела списать, то есть, то есть, такие были ощущения, боль, на каждую схватку я хотела писать, я хожу писать, здесь с меня волком ничего не капает, это просто, ну, пошло воспаление матки, открытие матки, естественно, это были ложные позывы, естественно, и по-большому хотелось какать, то есть, там все, все, я хочу сказать, что я очень сильно пожалела, что я выпила эту вторую, таблетку, очень сильно пожалела, можно сказать, грубо говоря, проклянула всех, кто мне советовал их пить, выползла, выползла в коридор, там в коридоре ползало еще 2 или 3 девочки, я не помню, 2 точно, 3 я не помню, 2 точно, у одной женщины там вообще начались роды, ну, схватки, она орала просто, женщина, уточню, что ей 40 лет где-то, например, это было с 4 года на пятницу, мочь, да, то она на следующий вторник, у нее должны были кисарить планово, а у меня начались роды, орет, орет, она там, я глизню сила, и орет, орет, а я-то еще не знаю, что у меня такое, я-то думала, что это мне просто, блядь, из-за этой таблетки, как перед месячными фигня, а больно так, мама не горюй, там вот, это та женщина орет, ее поднимают, родзал на пятом этаже, мы на втором, родзал на пятом, ее там уже, ее делают лизму, там бреют, не бреют, и ее будут кисарить, вот, кстати, сегодня в эту ночь под дежурный Николай Николаевич, который у меня отправил в бокс, грубо говоря, и там две девчонки, ну, то есть, моего возраста, ходят уже с тут, вызвали нам с таким неохотным, тетка там спала, это было уже 12 часов, первый час, неохотным этим, ей помешали мы спать, она вызвала, там пришла девушка тоже, с пятого этажа, типа, что у вас, что у вас прям все, троем, что прям втроем рожаете, что ли, она пошла насмотреть на кресло, у меня раскрытие было три пальца, ну, у меня раскрытие три пальца было вчера, без таблетки, и прибыл я с раскрытием два пальца, кстати, забыла сказать, в роддоме, сейчас, я не могу, врачи поднимают в рудом с раскрытием четыре пальца, два пальца для них, как я поняла, это вообще не показатель, для врачей, ну, два сантиметра, два пальца, он говорит, для нас это вообще, не о чем не значит, ты, говорят, с твоими пальцами можешь ходить уже последние три месяца, что-то такое, в общем, беременность, ну, не понятен, им виднее, ну, и смотрела на это, и сказала, что сейчас нам поставят капельницы, я не помню, наверное, где не прав, она приходит мне ставить, и, ну, вообще-то, врачиха, по-моему, эта девушка, она сказала, что сделать, я поставила мне цитра, которую мы разбудили, благодаря на посту, дешевле, поставила мне эту капельницу, у меня кокошит от этих сваток, я тогда еще не понимала, что это сватки, я откуда знаю, что со мной, ну, вот, врачиха, которая у нас посмотрела, если это вообще врачиха, не знаю, она сказала, что это следствие таблетки, терпите, нет, вы еще не в родах, терпите, может быть, и сутки, и два, я говорю, да чего, ай, терпеть невозможно, столько терпеть невозможно, я ей говорю, какие-то препараты есть тогда, ну, блокировать это все, зачем тебе блокировать, она говорит, вижу, нужно родить, я говорю, ну, столько терпеть я не могу, мне больно, вот, она говорит, сейчас мы поставим, ну, предположим, я не права, я девочке могу ошибаться, ну, забыла я название, куриные мозги, все, все, поставили капельцу, она там, весит растаяла, я говорила, сейчас, говорит, может, учащиться, участиться сердцебиение, так и произошло, стало тяжело дышать, и немножко, голова кружится стала, если будет сильно плохо, в общем, я подкрутила, чтобы сильно не капала капельца, в общем, я лежала на этой капеле, не могу сказать, что мне стало легче, откажется, нифига, мне стало не легче, мне не помогло, одну девочке помогло, она уснула, другая девочка пришла, и ей стало полегче, она тоже, а мне не помогает, да нафиг, мне лежит твои трусы, да, а я, короче, помыла, помыла голову, стирала трусы, ну, грубо говоря, муж привез кушать, я села, значит, я поела, в естественном тесте, и, наверное, мандарин, чай пайпила, выпила таблетку, для стимуляции родов, ну, для чего-то, не знаю, схваток, раскрытие, и понесла, все, через час, два, еле спать, и все, и ничего, ничего, и слабо, все, все, проблема, просто, поэтому, естественный процесс, давай, естественный процесс, чуть-чуть, все это, чуть-чуть, просто, поможете, я думаю, просто, как-то темнее, они, все равно, влезете, похоже, но месячный, ну, так, а у меня, началось слишком, как бы, дольновато, и дольновато, две, четыре, иди, если, кто-то, отходит, уже, не ехали, заберу, вот вот таблетки реакцию все что нет я не пойму, кто в какой она была, ты решил позвать? не, мало ли, ты же видишь, это позвать подписывала я документ? я что, я согласна на подготовку к роду а виски будут ставить капельницу? ты что, дура что ли? а малыша не думает? видишь как детки даются ну ладно, ничего не помнит, вот я я была к другому, с тобой вышла в отношении, она была в четыре полтора строительства, она была в пузырье проповеди, положите сразу в водовую кровать, я на быстрое взял я на быстрое взял и портуки, выучили, что-то не случилось, а здесь не находилось пока, пока там что-то, пока сладко будет через каждые пять минут, и вы что-то не поставили я не пойму, почему сразу не прописали не прописали но что, не видит, что ты бедная вот у меня так и боюсь, что я промучусь нахер бедная в процессе рода сразу не хочет их не планово положить и прописали она думает, что я рожу сама, 37 сунду я тоже буду пройдет на сутки а пойдет а все не пойдет а че ждать, а то в воды отходят зеленые я дать я всё ждал на ней вот видишь не плавит а не тянут да посл府 пока сама не начнет оооо чуть уже вот как такую станет, да это шо а чё там все проснулись палате спят не новика думал я думала она рожала она потом зашлась нет ну и вот так и хочу вода мучают людей чонни кисарин тоже вода нашли в 4 утра ну да и диетма ножа рожать и ты будешь до какого-то будешь лежать и в рт они обязаны там эти мать устрали но спустилась такая откуда вы чё все ну говорите фамилии свои да нет просто так лежат люди на 10 пальцев должно но при 10 пальцев ты уже там все тоже рожаешь во всю там у тебя уже чудом потуги до я не знаю как он заражается я не понимаю даже вот я меня в период получит я не понимала может то есть ну уже к сожалению я даже думала на подорогу да на подорогу 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 да допустим вот уже происходит ага и ты будешь ждёшь пока вот тебе отходится с подорога что ты говоришь не хочу еще спрашивать еще просто сказали реакции на таблетку такие боли такие сваточные теряются на таблетку как бы но уже давно тоже сколько час уже ли больше сразу резко у нее пошло ну да это стимуляция вообще что брода очень скропостижные болезненные только одно дело сипа не пошли у меня другого дела тратся на таблетку это вот после таблеточки вроде как потому что она сказала что это подготовка матку надо подготовить шейку она не готова таблеткой да а гель это уже стимуляция наверное от геля начинается уже с ватки все возводы начнутся там через 30 минут после этого геля или как там потому что я спросила это будет стимуляция она говорит нет типа не беси меня вот меня вот объясню что путают стимуляцию подготовку как я могу тебя стимулирует если у тебя матка шейка вообще не готова она у тебя твердая мне ее нужно подготовить вот наверное может она у меня сейчас только подготовится может у меня не начнется ничего а после этого может она мне ламинарии эти поставит а потом я начну только рожать я не знаю нам нажми домой там а вики там чего не легче мне тереть ну да я думаю так ну да я думаю так я тоже я думаю что она уже сражать пойдет это шейф если что самое интересное Слава же как у нас погреба тебе не это делали икорка обычно вообще такая часка да да Да, да, как это... Лежа-лежа в деревне, да. Как она, бедная, мучиться, страдает от этой таблетки. Пипец, вот это всего меня, так бы я вообще не знаю, что тогда. Пойди посмотри.